ну я думал что я не увижу мазду она меня дождалась причем дождалась она не собранная неделя прошла ручки зеркала на месте и молнии но и слава богу у нас задача подполироваться александр ищет сарины бревна бревна не сарины именно кирпичи шлакоблок силикатный кирпич красный где-то у него есть вот такая приблуда которая у меня называется фестуловский катер а это шагерная шагерная пластины кстати тут с этим со знаком ссср вот так вот так вот изгиб тут явно вот этот радиус сверху выше чем у фестулов и ствол не видны радиуса сколько это денег отдавали но это получается на 12 евро фестуловский стоит 55 такой самая дешевая цена то что я в германии увидел и покупал да я попробую мне интересно но ты к сожалению фестуловским не работал да но ты работал миркой а точно мы потек подтирали не то честно скажу вообще нету не так бодро лучше чем это я уже забыл как мерка но я помню я помню что мерка ну по сравнению с фестула вообще вот взял и выкинул и сразу это мелко на диме какой бревна мы помыли машину ее не обтирали потому что на мокрое тоже знаю что чуть удобнее вверх рука скользит поймать сарину и катер скользит срезая ее и уводит за собой вот этот отработанный мусор ну я люблю на сухую работать потому что обычно когда я красился мало мусора то есть я фактически ничего не пилил брюшок бревна закончились ну короче бревна закончились да у нас задача сейчас быстренько сделать этой машине внешне часа тут муху срежу но нам тут букву джей рисовала попробуем чаще сейчас чаще сейчас ножки мухи подрезала дальше он скользит принципе ничего не берет и вот тут а ребята о шо я увидел ай красота то какая ноги про 3 для как грунт сел просто великолепно для контура какие так это там где два раза грунтовалась не у вас это подписчики жаловались что мургантин сейчас да я запикивал запикивал но устал запикивать блин сейчас я вот так вот вытру ли вам должно быть видно эту красоту просто вот вот он он этот замечательный грунт автофит двойная перегрунтовка там где вот тут и не шпатлевалась ничего шпатлевалась вот здесь и такой просад вот такого я конечно не ожидал увидеть ой красота и вдоль торца оттяжка такая вот он он дешевый грунт просто песня но мы это сейчас все будем перерезать я взял 22 меха мирковских хороших меха вот и милой это сейчас все пережим а вот вот небольшая но сарина сейчас мы смачиваем все вот он резанул дальше не режет как бы не до конца дорезать все-таки знаешь фесту лучше срезать на стул именно режет лучше но цена вопроса четыре раза до на получается четыре раза дешевле но опять же это инструмент который ты покупаешь один раз это не расходник это именно инструмент но функция свой выполняет он подрезал чуть под нашел вот так вот будет видно да все дальше он ложится на плоскость своими плечами и ничего не трет вот эти штуки по крайней мере в украине да и в россии на рассвенную с ребятами общались их очень много причем в доступности те кто не может найти фастиловский катер тот который я хвалю нахваливаю очень люблю покупать вот эту штуку тем более что дешевый хоть поймете можете мы не пользоваться или нет если у вас руки держат его углами там чертите разные символы то не стоит вам покупать фастиловский получше их чертинку послушать у нас 3 что-то бронюшка ты прижимаю полностью поэтому он тебе не режет ванну его на плоскость для наоборот ты поднимаешь он подрезал так не он когда приподнимает турпе и тут опускает тут надо там где заканчивали багажник лакировать а пыла лег на крыло не съел ладно не оставляет и следует да да а мерка чертит рядом как будто у мерки зубы по бокам и начертит короче тут пройдемся наверно тразиком просто отрезок оденем на машинку и у а пыл чтобы съела по вот тем контурам по любому надо наждачком вручную листочек взять против потому что ну очень уж крупно сейчас высохла просто знаете жутко становится я я не знаю если смысл капот трезовать он целый весь но он сел до сам лак по себе то есть за счет от этих больших количеств слоев зуб до сжопленность он некрасивый весь мут как полу матовый то есть ни о чем база ну походу эта база так посадила лак потому что много слоев пирог базы большой то же самое ты видел в общем глад мне не у меня вот не понравится по грунту все ясно 8 долларов банка пусть не вы спросите ничего этого грунта то есть неудивительно для этот лак рассказал 80 евро 5 литров комплект то есть это дешево но не совсем уж прям и я понял бы дешево это 30 евро 5 литров а сотка стоит уже адекватный лак ладно сейчас мне об этом протираем хотя не протирают резак пока мокро ну давай дальше на если сейчас поработать резаком можно начертить красивых барашков это человек тут смотреть по верхним полкам именно по полкам пройдем кругом просто их сгладим внутри закон овчины просто пройдем полирной верхней полки и все то есть тут для этого нормально нам просто местные местные рабочие которые тут работают уже долго сказали вы не запарить и сюда капот полирнете и хватит но мы еще пройдемся по верхнюю полку ну-то по подбираем где просад получился времени займет это немного на результат хоть как-то повлияет то есть какое знаете как как заплачено так и залачина говорит маляриус в этом случае это именно она то есть цена да цена равно качество но отсюда же материал собственно берется что и по обезжирь кидал там где я показывала я показывал видео что сейчас на мокром непонятно а я вытер нормально вот здесь на лампе видно как будто недопиленный наждак как будто вот здесь идет вот так вот две линии тонкие это обезжирка причем эту линию уже увидели на лаке если там на стойке мы видели до этого то есть до лакировки и чуть желтым скучь брайт нам подработали то есть подработали так что в принципе сойдет на стойке незаметно она теряется за формы то на крыле не прокатит наверно надо будет чуть-чуть подработать наждаком капот весь трезуем на машинку правда ход 5 миллиметров а деле трезак трехтысячный машинка идеально выйдут а потому что этой машинкой в подготовке работают если оставить не ну это уже не отколупаются если оставить хоть малейшие вот тут части шпатлевки или грунта которые могут выскочить она нарисует хорошие бараны красивый тем более что это ход 5 миллиметров и потом это надо будет сложно и долго выпиливать так что я и стоял в 2 александр своим любимым делом заняться капот там где плоскость машинкой на трезаком на машинке остальное где ну вот тут допустим уже этим трезаком не поработать там вручную пройдемся а вот на части которые просады имеют тут надо брать листочек можно конечно без брусочка рукой убрать вот эти ощутимы потому что они даже на ощупь чувствуются эти просады рукой их подточить а потом можно трезачком тоже аккуратненько рукой либо же на машинке аккуратно трезак сам по себе в принципе очень слабо берет лак и сделать им протир можно только на остром остром ребре честно скажу так сейчас взяли трезак понюхали его как он там пахнет потому что раньше трезак пах приятно и хорошо да на зуб попробовали вот не тот и запах не тот и работает он уже но не так активно вот хороший трезак он тут такую пену подымает он буквально два движения а за ним пена подымается тут же пенка есть но такое ни о чем ты что-то где-то мутит с этим трезаком пока александр там трет мы здесь будем сейчас мокрым наждачком работать наждах надо промывать потому что я взял на складе он там мог валяться с чем угодно рядом 2000 наждачок чуть смочили если есть возможность подождать пока он размокнет это будет даже лучше но мы аккуратненько просто у мокрого наждачка края не такие заломанные острые и сложно краем что рисануть сильно не усердствую чтобы не сделать здесь лысину а то лысина будет привлекать внимание не меньше чем вот эти вот ореолы надо подливать водичкой постоянно надо смывать у меня там только что что-то шоркнула она слышно когда что-то попадает под наждак прям такой шорк пока останавливаемся сейчас смываем просушиваем смотрим что там как оно если ушло процентов 80 можно оставлять дальше под трезак так по машине больше никаких просадов мы не увидели просад получился именно в том месте кто смотрел этот работы по этой машине меня в том месте где я перегрунтовывался там где я перетер 320 наждаком косяки на грунте и перегрунтовался двумя тонкими слоями вот именно в этом месте получились просады а а вот как раз мех мех виктор жадан жадан дотейлинг привет тебя помнишь откуда мех вот этим мехом будем полировать очень хороший мех двумя машинками 1 орбитал к другой фестуловской мы фестуловский ротекс продуем весь его вычистим им на жестком адовом режиме будем тоже полировать за одно сравним то есть в живую такое сравнение поп-поп чё как что тут у нас высохла вине опять рукавом олег как спасает так смотрим здесь уже не видно а тут еще чуть-чуть контур рисуется но скажу так он рисуется ровно настолько что трезаком поправив его мы не убьем до конца шагрень хотя уже вот тут я подубил шагрень давай вот эту полосу тоже 2000 к пройдем аккуратненько возьмем бутылочку пожалуйста можешь под сливать слезь чтобы у меня одна рука за так что у нас еще сайт набирает надо сливать смывать то есть также аккуратненько вот эту линию сейчас давали набери воды больше то у меня там попадается но еще не шуршит но я чувствую что сбоку где-то пытается уже под пальцы зайти не она нормально ты думаешь и буду тереть если она у меня шелестит как ты мне с руки смой то они туда спутки рожь и рожь и рожь но тут тоже придется сделать лысину потому что надо вытащить вот тут красоту а борозду эту конечно полив на капец удобно вот эта часть мягкая на чем приклеен 3 закроют это зеленая на мягенькая остальное жесткой принципе да очень прикольный к вот сколько еще штук неизведанных да и да я просто такой раньше как-то брусок не видел может глаза просто не попадался но я понял то что крыло дело до дешевый такой рубанок какой банок такая терка мягкая да он прикольно крыльево чухи ну короче инструмента миллион на рынке всегда надо прослеживать мониторить что там появляется новое потому что много интересного выпускают постоянно мы готовы к полированию саша будет полировать тут 2 машинки просто нету так чтобы с подошвой вашим было сменной полировать вот этой машинкой и этим кругом по моему папочный круг только он круг приведет в порядок соткой почухать его я буду полировать ротексом на мирковском меху мех надо взбодрить перед началом работы он чистый но вот или такая транспортировочная сканта машинка само собой тоже вся в дуто обчищена включен режим беспрерывного вращения и будем полировать 17 пасты тримовской где мы ее поставили вот она 50 417 зеленый колпачок попробуем на белом цвете обойтись только ей я мехом саша поролон но я попробую со своей стороны на капоте ты попробуешь со своей стороны на капоте ну да ради интереса так не так первоначально накропал нормально потому что мех вообще сухой чтобы он хоть начал себя впитывать так чё по оборотам по оборотам на четверочка где-то и поехали особого нажима я не делаю но машинку приходится конечно сдерживать так сможемся чуть-чуть ну но надо через себя провод кинуть я сейчас прохожу полностью весь капот потому что надо пасту равномерно распределить чтобы загрузка круга пастой было равномерно и по поверхности чтобы паста тоже лежала равномерно только после этого можно замедляться и работать по конкретному участку сильно нажимать на круг не стоит потому что он превратился в плоскую такую зажатую фиговину вот в принципе вот это рабочее состояние круга когда он в пасте но волосы и вот такие раз разнообразно торчат если он полностью будет плоским диском волосяным он не будет работать нормально нагрева вообще сейчас не происходит никакого на этом типе движения машинки нагреть лак мехом довольно таки сложно но можно я видел как же я в израиле прогревал мехом на машинке flex эксцентриковой я хороший прогрев но он очень медленно водил прям очень медленно и результат был шикарный вообще никакого вообще никакого нагрева это круг почистил нормально саня круг почистил вот нормальное явление когда в круге очень много пасты до не до работы она просто бесполезный выброс пасты и она идет о том что не работает когда круг настолько забит пасты вот я работаю то есть мех уже начинает превращаться в какую-то пластину но еще рукой легко подымается то есть взбодрили его и дальше продолжаем так ну примерно мы по времени сани одинаково затратили начал чуть раньше сани закончил чуть позже поролон явно прогревает чувствуется мех вообще не греет по блеску хорошо но по факту ли вот это вот конченое шагрени а то все ты от усевшегося лака саша ее слезнул а мех ее просто отполировал то есть он ее не слезнул надо дольше может быть сильнее давить потому что вообще не давил хотя по блеску до блески с одинаково при детальном рассмотрении тут залезано а тут не залезано тут просто отполировано ну давай ты мехом попробуй а я дальше машинкой пойду то есть во всем есть свои плюсы и минусы но я так думаю что знаешь так и оставить да да хоть доходить нему может быть сейчас возьмем чуть просто черный круг и синий колпачок дадим ей огонь блеск тяношка надо тут такие брюна знаете тут по-нормальному капот надо на лысо брить вручную да на этом на брусочке уже по две черту плю чтобы выбрать вот это все это вот эти крупные бревна они будут видны потому что они кусок именно валяется кусок деревяшки ну там внутри то есть ее видно на камера сыпанула конкретно суда под насыпано ладно сейчас от полируем пробежимся посмотрим на общий результат покажу какими может пасты поменять чуть-чуть попробуем там пасты есть только 3 мовский это мехом не работаете на попробуй сам по себе мех хороший женька в израиле он пришел когда начал полировать он чисто этим мехом сейчас вы выгревал так но он конкретно сидел про вообще точил на одном месте точит точит я рукой пробую она тепленькая такой хорошо тепленькая и блеск такой меха у него получается его вводить по сути надо его надо именно на одном месте натирать натирать блеск дает хороший и он ее режет реже и хороший оборот и побольше пасты надо тесить тоже под каждой пасты видишь мы мензерны там работали мензерна режет лучше чем вот этот 3 м ладно давай полирнем поглядим что получилось нормально он взбодренный заканчиваем полировку я по той стороне пробежался поролоном получается чуть чуть быстрее потому что поролон быстрее прогревает ну так в принципе нормально нас получается ну по блеску неплохо но это еще не протертая пока что не протертая тут закончил сразу по 3м и такое alzac подожди сразу по 3м уходят и старой модели 3м и там где не на водной основе вытирать вот этот надо сразу потому что если это ставить хотя бы до завтра ну там высохнет и все и вот именно все потом хоть что дело хоть растворителем 3 хоть в водой его растирай не вытрешь ничем поэтому лучше сейчас сразу воздухом мойкой салфетками это все вымывать вытирать не потом этого не достать это уже навсегда в пластике ведается все до полирован до условно до полирован то есть до полирована до той степени как вот тут сдают машины то есть вот блестит все нормально там где-то мусорины умершая шагерень лака севшего нормально блестит все слава богу по итогу в общем работаю я честно скажу я недоволен работы проделано много времени потрачено немало вдвоем то есть вдвоем за вместе с полировкой возьмем уже четыре дня до то есть вдвоем это можно было на нормальных материалах сделать за четыре дня качественно машина постояла горела просто не было никаких у тут просадов мы его вытерли все да то есть его в глаза не видно уже но тут теперь это пока что да что потом дальше будет происходить она еще чуть-чуть подсядет но тут теперь лысина по лаку лак на себя полировку берет хорошо довольно таки быстро но он точно также будет царапаться быстро то есть лак мне не понравился никак наносится он мне не понравился никак он себя держит в плане усадки вместе с базой ну такое на дешевка вот дешевка реально времени сил потрачено куча да он легко полируется то они просто не не полировали реально лак который который через три дня не полируется уже это не просто его никогда не видели наверное потому что полируется элементарно его даже греть особо не надо он раз и все глянец глянец в нем да вот не знаю то есть экономия вот она на лице так это прошла только неделя у машины а она дальше упадет причем упадет конкретно капот вроде не без изменений все нормально ну тут правда более-менее перебита риской капот в грунте на солнце постоял целый день высох по кузову там только одна неприятность как бы да и все а в проеме тут резанул тот потек просто резанул тут где-то вот она еле-еле так на руку ощущается он видно по лампе я его не дорезал до конца чуть полирнул элементарную чем катером тиранулась на столы снимать две секунды делов ты теперь ее до собирают она уедет уедет ну так в двух словах недоволен и вот мне не нравится когда вот так вот смотришь на машину из тока тут вот именно боков камера насыпала мусора очень много мусора просто капот тут надо брать наждак и выфигачивать его в ноль вообще в зеркало выводите вы полировать лак уселся не нравится база с грязью видно там кое-где черный в крапушке есть имеются царины под лаком именно на базе которые уже содрать не получалось из вот этих вот всех мелких тонкостей нюансов складывается такое а ты хочешь пробежаться еще синий александр хочет пробежаться синим колпачком ну да он даст чуть блеска но это сильно ситуацию не поправит в общем по этой машине все закончили сейчас ее саша пробежится кругом обдувая вытираем еще раз моем и все мы на ней все закончили всем спасибо что смотрели спасибо саше за работы потому что саша не приехал я сюда сам бы не явился ковыряться тут на этом все спасибо за внимание удачи пока